Сегодня вообще первый раз в жизни своей. Я по стенке меня рассматривала. Изображай молодую семью. Подготовка. Сипилька походила нехитрая. Такая что-то уличная там. Вы спрашивали, когда мы сведем детей. И мы их решили завести. Вот у нас Саша появился ребенок. Валя, посмотри. Это Валя. Мы с Сашей стали родителями. И у меня теперь ребенок. Сразу большой. Зачем рожать? Валя, да? Передавай привет подписчикам. Скажи привет подписчики. Привет, я родилась. Все, я теперь есть у них. Я родился. Лунтик, какой ты хорошенький. И мы сейчас с ней играемся. Так что у нас теперь есть дети. Я попринялся. Один, ребеночек. Как вам, Валя? Так, давай, ребят, покормим. Лед, ты начальничный, как они... Говорят, смехли, надо вести себя, как взрослый. Ну, как-то по-взрослому не сисюкать. Но я не могу, я на нее смотрю. И мне прям губы сами в трубочку скручиваются. И хочется сказать, и мою хорошенькую я. Но я не могу ей сказать, Валентина, вы будете ужинать. Смотрите, какая лапа, какая лапа, какая лапа. Моя лапа, и моя лапа, и моя лапа. Ты станешь в лаке. Ой, обалденно. Нормально, это просто меняли. Свою красоту улучшить ее. Я вот берленка, видишь, какая она. Без косметики, без ничего. Она такая, такая есть. Мне кажется, у тебя есть какая-то природная худоба. Так оно и должно быть. Да, кстати, что-то схуднуло, прям видно. Ты же знаешь, главное у женщины уметь подчеркнуть свои любые. Смотрите, у меня сегодня вообще первый раз в жизни своей. Я не буду носить ребенка в склинге. Кенгурятник. Кенгурятник, Саша, мой главный. Мне такая ответственность, я больше не могу эти спотыкаться, понимаете? Все идем не быстро. Теперь должны идти в граду. Родители этого не узнают. Я тебя свистну. И будешь на канале. Это будет какой-то домотековник? Нет, ее надо быть. Да. И ты будешь вести влоги. Я тебе доверяю, раздел влоги. Или обзоры еды. Что тебе больше нравится? Ну, так как ты в еде еще не такой эксперимент, как я. Значит, ты будешь вести влоги. Хорошо. Вам нравится наше новое ведущее? Нравится на мой еду. Ты будешь вести влоги. Да? Я ее обожаю. Мы пришли в гости к Лене с Лешей. На самом деле, это их дочка. Ты не моя. Пауза. Тут есть момент такой, что видишь, она еще не садится. Поэтому под попу мы ее не держим. Она нельзя. Мы если держим ее, либо просто прижимаем к себе вот так вот, либо я ее вот так под дождь тоже здесь держу. Вот. Спина и тогда ко мне. Ну, мне кажется, лучше всего, когда вот ты лежишь, она на тебе самая такая естественная поза. Ты когда родишь, когда будешь лежать усталые, неснебожденные, тебя положат маленькую на твою крошку, прям на твой животик. Вот так вот, животик к животику. И ты поймешь, вот там площадь. Когда это был? Ну, когда родишь. Или нет? Не, ну, был этот праздник храма. Ой, я пытаюсь их в айфоне. Ага, конечно, сейчас два раза. Леша купил телефон за 100 бат. И там было на счету уже 100 бат. Да. И Леша говорит, я не знаю вообще, за сколько я его купил. Ну, бесплатно, получается. Да, фактически, да. Ну, это как запасной. У меня сегодня вот кончилось деньги на телефоне, а я достал пазонастом. Я вообще у ребят спрашиваю, как у них получилось родить такого спокойного ребенка. Валя ни разу еще не пикнула просто. Она сидит и смотрит по сторонам, ну, или слюнявит максимум, вот что она делает. Я вот сколько смотрела на женщин, они вот извиваются ради ребенка, целую клоунаду устраивают, чтобы ребенок более-менее помолчал. Вале я постоянно настороже. Я думаю, вот сейчас она, наверное, закричит. Вот сейчас ей, наверное, это не понравится. Нет, она вообще спокойно, как удав. Я вот все у Лены пытаюсь секрет узнать, она мне ничего не говорит. Секретики своей тайны. Мы с Сашей вышли вечером погулять с ребенком. Мы сейчас изображаем молодую семью. Смотрите, у нас есть ребеночек. Так, это подготовка. Вообще необычно, когда с тобой кто-то еще третий. Я привыкла, что все для меня, либо все для Саши, а тут много внимания уходит на ребенка. Я не представляю, что надо делать вообще. Целый день же вокруг ребенка. Как мама справляется? Так тяжело. Я не знаю. Молоко надо давать к мамам. Вот мы сейчас с Сашей гуляем, представляем наше будущее. А, вот настоящая мама появилась. Сейчас отнимет. У меня дядя. Ты моя радость. Она так выросла. Мы в последний раз их видели, ребят. Я уж не помню, когда несколько месяцев назад, как дети быстро растут. Лена с Лешей не выросли, а Валя заметно выросла. Максим, только ты мне нравишься. Я тебе всегда приеду, передай. И твоя мама мне всегда твои фотографии шлет. И ты всегда пустая. Я за тобой наблюдаю издалека. Я твои феи крестные. Тетя, знаешь? Толь чего далеко, но постоянно с тобой пригляну. Это я. Да. Я не знаю, что... Пасть порву. Моргала выкат. Вкусные у тебя руки. Немножко слабые. Она тебе, по-моему, размазала. Я говорю, Ленки, а не слышала прикол? Свет такая, ты, как хорошая девочка, вывестишь, и ты будешь в фестиволке. Я говорю, каждый учит свою руку. Каждый смеет. Все контент в нашей жизни. Лена, есть что с курицей? Мы подкопала. Курицей. Сейчас хотим взять подкопал, что-нибудь перекусить. Здесь продается что-то тайское, а нам надо подкопал именно. Он что-то нам захотелось. А мы вот домой приносили. Мы брали ее там или там. У нас только час. Да. Поинь. 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 Аля Дина? А? Да, да. Да, да. Чё будешь столько? Ну, скажешь, как курица будет? А, с курицей? С курицей. С курицей делайте мне. Сколько? Ты мне туда же курицей. Тут, как курица будет. Тоже будет? Подожди. Сколько будет? Ведёшь будет? Да. Я буду с курицей, да. А, курица. Да. Да. Санкай. Окей, да. Окей. А, партнер? Да. Яичка плавится. Тоже. Вот замуж выйдешь и всё пройдёшь? Ну, там вывозом манируемый. Типилька махадила нехитрая. Это будет тренд. Чего, трендом будет? Не, ну правда же у нас как считается. Нужен дом, семью, машину, квартиру. И все так и живут. А надо жить как тебе хочется. Хочешь квартиру, да? Хочешь? Нет, 50 бат. На 500. Разговор короткий. Да. Чуть многовато. А. Мудаковато. Ты как бы этот чувак в гумере такой. 500 не может, придётся накидеться. Я всё люблю, когда это пойдёт. Видите, пристают все с ребёнком смотреть они. Просто их обожают. Нет, нет. Только до эпатискетс. А ты что им сказал? Я уже попросила риса с конституционной. Они уже почти всё сделали? Да, да. Прикольно. Быстро. Они даже пять минут стояли уже. А что там делать? У них, наверное, заготовки. Мясо попросил. Мясо попросил. Мясо попросил. Игрушка, смотрите, она мигает ещё. Как я смотрю с ребёнком? Мне кажется, не суразово. Потому что я не знаю, как... Вот, по-моему, она взяла надо мной вверх. Тут не я главная в нашей аквари. Я просто подставка. Я не могу там... Ну, я как-то боюсь. Да ещё это не мой ребёнок, я боюсь. Смотрите, как она голову держит. Вообще, ей нельзя есть эти игрушки. Это вредная игрушка, Валень. Не ешь. А, вот попробуй отними. Валентинка! Валентинка! Какое красивое имя! Валентинка! Она слиётся от таких звуков. Мы снова большего слились. Вот, когда-нибудь, я надеюсь, у нас с Сашей тоже будут дети. Будем нести канал. Что это? Она тебе размазала. Ну, ничего. А ты меня размазала. Ты просто меня размазала. По стенке, по стенке ты меня размазала. У тебя всё мигает. Смотри! Вечеринка! Валентинка! Я не знаю, правильно я держу её или нет. Не знаю. Ну, просто, как бы... Ну, вроде бы. Ты мой родитель. Только одна фишка. Почему не присаживаешься? Потому что у меня было лишние нагрузки на спину, пока не огребнет. Понятно. А так, ну, лежит и лежит. Вот. Ей сейчас больше всего в комфорте на животе теперь. И она сидит, но попа даже свисает просто. А, я поняла. Попа свисает. Видишь, мама сразу пришла и всё объяснила. Ну, вот сюда показывал. Ох, держишь. Мило попа под. Лёша. Лёша. Да? Папа какой хорошая она. Какой папа он ещё знает. Всё рассказывает. Мама хорошая и папа. Вот ребёнок, который родился в Таиланде. 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 Ну, там чуть-чуть просто 970. Там, типа, короче, 900 и плюс какие-то там, типа, вот эти проценты, какие-то 17. Ну, около 1000 бат, получается, он платит в месяц. Мы сходили в Макашницу и купили под Капао. Это тайское блюдо. Рис. Под Капао му. Под Капао му. И кайдау ещё. Кайдау ещё. Венечка. Венечка. Ну, им это ни о чём не говорит. Они не знают. Ну, какая разница, а то забавно смотри, подумай, ассоциация у нас это называется глазунья, ассоциация с глазком. А у них это называется куриные звёздочки. Кайдау, представляете? Понятно. В общем, просто рис и жареная курица с базиликом, красным перцем. Кайдау и прочее байдау. Надеюсь, что нам сделали съедобно. Давайте попробуем. Что за байдау? Горячая. Вкусно. Горячая. Не очень не остров. Подкопал. После этой лапши вообще не остров. Вкусно. Взяли всем еды. Сейчас будем общаться и есть. Целый стол заставлен. А, ну ты была такая, по-моему, у тебя была. Такая чудо-уличная там такая. Не совсем уличная. Там был вообще, опять же, то и вокзальное кафе. Там жили. А после как у нас бензин закончился? Прямо до заправки дотянули. Дай ему что-то другое. У тебя есть инстаграм? У тебя нет инстаграм? Нейтральный. 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 Играй пока в игрушки твои. Потом заведешь. О, это волосы. У тебя таких еще нет. Ну, у тебя есть, но они еще короткие? Какая у нас проблема. У тебя связанного кальмара? Вот так. Как ты ловишь? Нет. Мои волосы, твои волосы, твои волосы. Трюкай, детка. Куда это ты поколзал? Терепашка моя. Смотрите, она уже пытается встать. Я слежу. Она очень ловкая девушка. А это же такое, что с кальмарами, ребят, привезли интересно. То же самое. А, то же самое? Да. Да. Мы не очень любим. Ребят, 38000 пишите. А можно я сейчас подчеркнусь? Блин, а правда таких ребят, мы так мало, мы прям скучаем к вам. Мы прям какие-то прям с самого начала действия. Да, мы тоже по вас скучаем очень. Мы с Леной почти каждый день общаемся. Ну, понятно, понятно, но вы же и так общаетесь. Ну да. У вас по сути больше по существу и как бы это же вы не видитесь. Да, это конечно грустно. Все-таки расстояние оно убивает. Все пишут. Очевидно. Со старыми друзьями с кем общаешься, тоже с ним потом перестаешь общаться. И кто уезжает надолго далеко, тоже с кем перестаешь общаться. Да, ты и слова. Вот, поэтому, если кто-то из картинки пишет издалека, если кто-то вас интересует. Ну, вас там хуже, наверное, интересуется. Да. Насколько, правда, они откровенны, действительно непонятны. Я имею в виду близкие, которые вы узнаете. Ну да. Угадайте, сколько Вали месяцев? Пишите в комментариях. А я скажу, угадали вы или нет. Вот, смотрите, такая Валя. Нет? Пожалуйста. Вот. Кто в детях разбирается, напишите, сколько ей месяцев. Пусть они угадывают, да? Взрослые дяди. И расслабляемся вообще точно тогда. И не уделяем. Черепаха, говорит, так выросла. Мы хотим купить здесь маленький прудик такой, чтобы было запускать туда. Я хочу не пруду, не прудик, я хочу аквариум. Я видела большой. Я хочу прудик поставить там. И вот этот раз устроился, по-моему. Я же вот это заквариваю, когда склеил, и я думаю, что если мы хочешь ничего. А я, говорят, купили. Это красивое, мне нравится. Пику-пику-пику-пику-пику-пику. Я говорю, укол. Да чё, что ли? Тараканы. Смотрите, черепаха пытается мой кольцо откусить. Давай, возьми, возьми его. Ты сможешь. Ты сможешь, я в себя верю. Мама. Давай, ты мужик. Решили мы такие в спаленку зайти. А дверь захлопнулась. С той стороны. И мы не можем её открыть. А время второй час ночи. И мы не знаем, что делать. Выбивать не хочется. Открывать не получается. Вот что делать в такой ситуации? Кажется, кто-то уже пытался разбить дверь. Как в кино. Открывать ножами. Я видела в кино. Я знаю, что видела в кино. Вот так, короче, ноготь засовывает. Что-то там. А карточку надо под суммом туда сейчас. Не, ну чё, ногтём не получится. Вот. Ну-ка. Блин, здесь неправильно дверь не работает. Круто. Размер. Не работает. Спим на полу. Ох. Нет, ну тоже же ноготь сработать. Пожди, пожди. Здесь надо скрепку для волос. О, блин, ноготь сломала. Ну да. Я реально сломала ноготь. Давай. У нас есть какой-то ключ. Он всовывает, но не открывает. Не отсюда. О, это тоже не открывает. Блин. Открывайся. У. 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 У.